Так, делаем лимонные кексы. В принципе, можно делать какие хотите. Даже можно делать с ветчиной, с сыром, чем угодно. Здесь у нас яйцо и пол-литра кефира. Или 400 грамм. Ну, маленькая пачка кефира, яйцо. Сейчас мы сюда добавляем муку. Соду гасим уксусом. И добавляем цедру лимона. В принципе, весь рецепт, ничего тут особенного нет. Вот. Ну, продолжаем дальше. Так, стакан сахара еще добавили. Значит, пол-литра кефира, стакан сахара, одно яйцо. Дальше мука. Так, добавили муку. Погасили чайную ложку соды уксусом. Муки я добавляла на глаз, не мерила стаканами. Ну, думаю, два или три стакана точно. Тесто должно быть такое, как типа на оладьи. Густое должно быть. Можно, кстати, сюда потереть яблоко. Сделать. Можно с апельсиновой цедрой сделать. Можно делать. Я когда-то детям делала в школу с брокколи, ветчиной и сыром. Очень вкусно. Вот. Очень детям нравилось. Можно с помидоркой, ветчиной и сыром. Короче, все, что угодно. Мне когда-то спрашивали идеи для завтраков. Вернее, для перекусов в школу. Вот очень хорошие перекусы в школу. Да, Виталинка? Можно кексики делать. Маленькие даже можно вот такие. С твердым сыром стертыми. Будут те, как булочки с сыром. Значит, вот такие вот. Да, ну на, поснимай. Я чуть-чуть помешаю. Так. Такое тесто должно быть. Можно еще даже чуть-чуть гуще. Потому что уксус добавили, и он как бы разжижил. Вот. Еще по желанию... Ой, это сахар. Извините. По желанию можно в тесто добавлять Масло растительное. Я добавлю. Где-то столовая ложка. Можно больше, в принципе. Вот. Вот такое тесто. Так. И добавляем цедру. Цедра у меня двух лимонов. Так, мне сейчас звонят. Прервемся. И потом продолжим позже. Да. Выключай камеру. Так, решила? Так, что оно крутится. Правильно. Пуговичку если пришить, оно будет крутиться. Короче, вот такая консистенция. И все. Мы сейчас нашли формочки. Ну, можно и без формочек. Вот. И начинаем выливать сюда. Добавил еще две столовые ложки масла. Убираю эту штуку. Беру ложечку сейчас. И наливаю. Неполную. Где-то вот так вот. Чтобы было место еще подняться. Все. Выпекаем. Духовка уже разогрета. 250 градусов. Выпекаться они быстро будут. Думаю, минут 15-20. И готовы. Ну, будете смотреть по своей духовке. Ну, посмотрите. Чуть-чуть такие писюнчиками получились. Ну, в общем-то, неважно. Не знаю, почему так. Вот. Внутри протыкаются. Сухая палочка. Пахнут лимоном. Очень вкусно. Сейчас Виталинка будет пробу снимать. Вот такие получились. Вот. Не знаю. Вот. Смешные. Будем сейчас. Вот. Видите? Этот красивый. Ну, тоже чуть-чуть с одной стороны поднялся. Тесто полторы столовые ложки. У меня сюда ушло. Но у каждого формочки разные. Поэтому. Все. Продолжаю следующий. Потому что 6 штук только здесь получается. Буду дальше делать. Можно, конечно, без вот этой железной формы делать. Раньше я просто в железной форме пекла. Ну, видите? Она вот такая страшненькая потом становится. Короче, печем. Следующую партию. Так. С 6 осталось 3. Виталинка все съела. И Ника выпрашивает. Тоже ест. А я убираю сейчас. Знаете? У меня куча была в том году разных трав. Еще с того года. Я понаходила там, видите, вот эти листики смородины. Короче, тот сбор, который я делала в этом году летом. Он у меня уже заканчивается. Так было мало. Поэтому я сюда высыпала сбор. Этот травяной. Тот, что нашла. И понаходила куча травяных чаев. Буду давать, чтобы муж пил на работе. Там на разную тематику для суглобиев, для мужского здоровья. Ну, короче. Разные темы. Что это за фигня у меня такая? Ну, сейчас кое-что посмотрю. Вот что-то. Тряпка нужна. Тряпки тут нет. Что-то капает. Или это мне кажется. Ой, короче, тут бардак. Еще кексы сейчас буду допекать. Тут текутся. Видите, какие красавчики. Ой. Поотвечала вам на комментарии. Это уже на цукаты лежат у меня корочки. Потому что дети размели их просто. Я даже не знаю. Хоть высылайте мне посылкой корки. Кому не нужно. Честно. Я не могу столько съесть апельсинов. Сколько мне нужно этих корок. Вот. Короче, убираю я в пенале. Вот, смотрите. Нашла чипсов. Было тут 4 или 5 пачек разных. По чуть-чуть. Мы чипсы сейчас не едим. Бывает, хочется. Чуть-чуть съем. И больше не могу. Нашла гранатовый чай. Из Турции. Сейчас не пьем. Как-то вообще чаи не пьем. По чуть-чуть. Вот. Еще вот эта креска мне посылали. Не пробовала. Все хочу попробовать. Ну, сама не хочу. Хочу с детьми. Короче, убираю. Все складываю. Вот. Разгребаю запасики. Вкусняшек. Тут накрою будет. Когда захочется, откроешь коробочку и съешь. Так, смотрите, что мы еще делаем. Кто-то тут еще подъедает втихаря. Втихаря. Короче, я убирала в пенале. Насобирала кучу печенья. Вот и гена. Да, у меня хорошее там печенье. Оно не старое, ничего. Но просто, просто мы вообще печенье едим. Самое разное. Даже соломка. Да. Печенье просто вообще как-то перестали есть. Ну, я его использую иногда на этот. Чизкейк на низ чизкейка. Иногда тортики какие-то ленивые делаю. Ну, вот Виталина. Делай поменьше. Вот такие. Ну, ладно. Еще отщипни больше. Вот. И Виталина очень любит картошку. Очень. Теперь. Да. Раньше любила муравейник. Короче, я добавила туда. Просто в молоке растворила где-то 100 грамм масла. Молока не знаю сколько. Лила по чуть-чуть добавляла. И вот теперь получилась такая классная масса. Можно было с нее тортик, конечно, низ сделать. Верх можно было залить, конечно, сделать типа желе шоколадное. Или что-то такое молочно-шоколадное. Разные варианты могли быть. Ну, мы решили делать дочь получше. Это плохая. Она просто сухая. Нет. Ты должна его прижимать хорошо и лепить. Вот. Так что делает колбаску. И вот наши кексы. Да. Очень вкусные, да? Угу. Очень вкусные. Вот мягенькие они. И Нике понравились. Очень мягенькие. Очень-очень-очень-очень-очень вообще. Вот мягусенькие. Да. Да. Так что вот так вот. Мы переработали кучу-кучу печенька. Единственное, я оставила днепровские зори, потому что их нигде у нас не купить. А муж сейчас не ездит в командировки, поэтому я его оставила. Оно очень такое рассыпчатое, жирненькое. И вдруг захочется его покушать. Так, пока мужчины на корпоративе, у нас ужин. Это Виталинкин ужин. Ход-дожек такой будет она кушать. С домашней морковочкой по-корейским. Вот. А это мой ужин. Сурма. Вот. Все. Будем балдеть сегодня. Вон, смотрите, сколько картошки Виталина накрутила. Еще каких-то шоколадок налепила. Короче, целый день завтра будет кушать. Веронички еще отнесем. Так, выбрасываю такое средство. Кеннен. Не понравилось мне такое. Знаете, туалет еще залить. Такое, куда не шло, просто так освежить. Ну, чтоб какие-то там ржавчины и все остальное она выводила. Абсолютно нет. Вот. Надеялась, что это немецкое качество. Короче, фигня полная. Мне больше брать не буду. Вот. В Ашане дешевле и более эффективное ашановское средство, нежели это. Вот. Так что, очень-очень слабенькое. Начало первого... Начало первого ночи я иду гулять с собакой. Смотрите, какой у меня мусор. Я поубирала в одном пенальчике. Ну, плюс повыкинула все, что заканчивалось. Мужа еще с сыном нет. Они, наверное, где-то... Ненаверно. Их час дожденька. Что у меня с фокусом. Они в час ночи только автобусы... Ну, их оттуда развозить начнем. Поэтому, наверное, будет где-то по второго. Мы с Никой пошли гулять, потому что я заубиралась. Еще у кого-то движок включен. Короче, на улице особо людей нет. Мы с Никой сейчас выбросим мусор. Обойдем вокруг дома. Пойдем спать. Насколько это будет возможно. Вообще спать что-то я не хочу. Такая водненькая. Разубиралась я. В пенале навела порядок. Сначала обрадовываешь, что у меня там полупусто. Потом такая... Ой, Ника, пошли. А потом такая гулять. А со стула то я все не поскладывала. То, что понаставляла. Ну, знаете, вынимаете, ставите. Потом это на место составляете. Короче говоря, так расстроено. Обрадовывалась. Но все равно. В пенале порядок. Ника, иди сюда. Ты чего на ту сторону побежала? В пенале порядок. По крайней мере, я хотя бы посмотрела, что там есть. И повыбрасывала. Вот. Много чего. И кое-что даже поставила. Чего там не было. Так что, в принципе, я молодец. Не могу расстаться кое-какой с посудой. Ну, я знаю, люди выкидывают такое, но я не смогла. Короче говоря, такое, знаете, вот большая крышка у меня стеклянная. Когда-то у меня была огромная сковородка. От нее это крышка. Она стеклянная, с дырочкой. Такая классная. Все. Но она не подходит мне ни на какую кастрюлю. Я реально понимаю, что она уже столько лет лежит у меня ненужная. Вот. Я ее не могу выбросить. Потому что я понимаю, что такая крышка стоит где-то около 200 гривен в магазине. Вот. И 100%. Только я ее выброшу, у меня обязательно появится то, чем ее... Что можно накрыть этой крышкой. Или, например, бидончик у меня. Горошек, знаете, такой советский. Раньше квас в нем носили. Вон он, трехлитровый молоко. Вот зачем мне этот бидончик? Он стоит миллион лет. Но я реально понимаю, что если я его выброшу, я потом когда-то захочу его иметь и буду жалеть. Его выбросила. Потому что купить чужой бидончик бушный можно. Он чужой. Он не несет никакой памяти. Вот он стоит. Была бы дача, был бы частный дом, я бы где-то там для декора поставила бы этот бидончик. Вот. Ну, короче, вот такие вещи. У меня, конечно, не миллион этих вещей, но очень есть кое-что, конечно, что можно было бы... Многие бы выбросили. Я хочу сказать, я в своей жизни выбросила уже шкаф. Когда-то старинный муж сказал, ну, мы его подобрали, можно так сказать, на подъезде. Мы жили в коммуналке, там старый дом, и много кто выкидывал таких раритетных антикварных вещей. Вот. И мы его забрали, потому что у нас не было тогда шкафа, и пользовались им. Там стекла в нем не было. И мы, получается, ставили... Или там зеркала не было на двери, там был типа стекло, и мы его закрыли черной тканью такой. Можно было стекло вставить и все, что хотите. А потом мы его выбросили, когда он нам не понадобился. И я теперь так об этом жалею, потому что я реально понимаю, шкаф был натуральное дерево, он был тяжеленный. Блин, сейчас такие шкафы, я смотрела, по 60, по 150 тысяч ривен. Все, этого шкафа уже нет, понимаете? Стол в селе, село, с которого мы вывозили вещи, в котором мы не ужились, не остались. Отвезли свекрови на дачу. Ника! Иди ко мне! За кошкой погналась. Он ей тоже там. Тот стол, 25-й стол, не нужен. Знаете, все равно там все не в надлежащем состоянии. Он был поломанный. Ну, как поломанный? Слегка. Можно было его реставрировать, ремонтировать и все такое. Тоже натуральное дерево. Тоже жалко. И таких вещей очень много было в моей жизни. Короче говоря, жаль. Так, ладно. Иду я домой, буду отдыхать. Виталинка там читает «Снежную королеву» книжку. По телеку идет Джеки Чан. Малыш на 30 миллионов, или ребенок на 30 миллионов. Фильм называется. Типа комедия. Сейчас ляжем, будем уже отдыхать. Не знаю, засну нет, но буду отдыхать. Все. Всем пока. Всем до завтра. Окошко еще вам не показало. Видите, как красиво. Вообще так люблю Аньки. Кто еще любит Аньки? Люблю переставлять. Оно в определенных... Нет, такое у меня нет. Это нет. Вот мне нравится, куда постоянно горит. Она в жизни, кстати, не такая желтая. Видите, тухнет. Есть вообще режим, где постоянно горит. Красиво, но сильно мигает. Вот так вот. Вот так вот. Красиво. И Кузька уже спит. Пусть горит постоянно. Может, будет идти в окно, посмотрит. Красиво. Так что на улицу вышло, так красиво окно. Светится одно наше. Так, не видно ничего. Что-то вспышка не включается. Хотела вам показать. Короче, вот так поскладывала. Коробка спады. И она сюда сладости сложила. Здесь этот кулек со специями. Здесь тоже поубирала. Но так кажется, что бардак, потому что вот тут восточные эти чаи из Турции. Мне нравятся эвкалиптовые. Ну, куда я буду пересыпать? Так и хранятся в этих куличках. Чуть орешков. Тут коншут. Короче, не пересыпала. Здесь тоже все новое. Типа для выпечки. Вот. Там суточки поскладывала. Вот это не грязь. Это пошорханная. Короче, теперь я, по крайней мере, знаю, где что стоит. В общем-то, вот так вот. Это специи. Там где по чуть-чуть оставалось, я их смешала просто в мясу. Так любому, в принципе, продукту. Вкусняшки там для животных. Вот так вот. Шкаф старенький. Так что, знаете, когда мебель старая, то, в принципе, не очень оно смотрится. Но ты знаешь, что чисто убрано. Так, слава богу. Все, на этом точно все. Увидимся завтра. Купили яйца три десятка. Вот, сейчас покажу еще следующее. Так, четыре этих... Кураги. Как они называются? Боже, курага 75 гривен или 79. Ужас, не купила опять. Ты знаешь еще от чего? Королек. Артур. Давай, показывай. А всем привет. Сейчас покажу. А всем привет. Давай, тебя уже и так видели. Меня уже и так видели, да? Ну, покажи внутри. Я же таких и не видела. Артур, а тебе такие штаны не надо? О, так они не на флисе. Ну, они типа утепленные. Да? А что там на них написано? Короче, в Рибаке взяли вот такие штаны. Прикольные. 659 гривен Элька. Так они теплые, да? Ну, вот смотри, какие они. Видишь, вот они какие. Потому что я не то пощупала, наверное, у тебя. Не, они однослойные. Вот мне двухслойные штаны нравятся, как у меня. Вот я вот любимая? Да. Короче, вот такая моделька. Блин, плохо видно, Виталик. Ну, вот свечи. А что они такие широкие? Ну, они типа как галифеи. Они идут внизу узкие по ноге, а... И вот этот. Ага. Так, ну, давай дальше. А это Рибак? Да. А у тебя же тоже Терибак, да? Они мне двухслойные идут. Короче, скидка опять 500 гривен было по карте. Это мне штаны. Блин. Что, Терка? Надо было, знаешь, какую взять? Положи, я ее съела. Вот эту на. Да. Они вот, ну вот, видишь? Высокая посадка у них. Просто мне под грудь. Покажи их. Ну, короче, штаны такие теплые, с начесом. Тоже 600, да? Тоже так же. 659 гривен. То же самое. цена. На тебя? Да. Ну, у нас же с тобой почти одинаковый размер. Угу. Кроссовочки. Кроссовки. Да, давай. Кидаю же. Я не купил так делать. Чего? Не люблю. Что попало. Не люблю. Вот такие. Вот такие вот сфорчи. Абибас. Кроссовки 800, да? Вот такие, Артур, смотри. Кто же не захотел черную? Все. Это все. Яйца и дальше. Давай покупки. Я яйца не буду показывать. Абибас. Все. Артур, высыпай вермишин. Яйца видели, давай. Быстрее. Булки. Рогалики. Рогалики. И кетчуп. Сейчас ребра будем готовить. Барбекю. Такой вот хлеб жирный. А гульчики это... Это на корпоратив мужу. Да. Сауну. Корпоратив. С икоркой. А когда ты мне такой корпоратив в сауне устроишь? И тебе такой? Нет. С тобой только чай. Нет, я не хочу чай. Нет, я хочу... Это я купила мочи. Хочу сделать пирожное. Нет, там ему нету носков. Нет, там ему нету носков. Носки по 9 гривен взяла. Тебе искала, Артур, не нашла. Веронички шальная императрица. Такие вот и такие. Все. Это не тебе. Это не тебе. Это мне. Кто-то вчера на корпоративе все сильно, очень. Не любит, конечно. Правильно. Садочек. Это Виталику. Вот это мне, а это Виталику. Я люблю мечи просто. Спички. Выходит хорошо. Как этот, кто там, Маргунов или Витцин. Витцин, да? Как он выпил, и бульбашки сорта пошли. У него апельсины сейчас ты будешь жарить. Нет, не Витцин. А этот Краморов. На, Краморов. Этот выпил, да? Жентльмены удачи, да. Лосьон. Лосьон для битя? Нет, тут ухи. Я же говорил. Звездопад. Закидывай туда. Я приду пришел. Так хорошо, что не на улице. Это какие наушники? Это те? Я вчера достал с кармана, у меня было тормозно наушники, но тот, который работал. Я, блин, психанул, порвал их до конца. Это просто обычные наушники? Да. Ой, надо было, может, ваше... Ты их себе заказал в наушнике? Да, я для этого купила. Ну, можешь половинку съесть. Я хотела пирожные сделать. Ну, бери, бери. Так. Ленка сказала, горох и кушай. Буду пироги делать. Не помню, есть горох или нет. Кушай. Такой томатный сачок. Да, острый. Еще одна апельсинка. Прячу ее. Никак. Ага. Кто-то что-то... Боюсь достать, конечно. Не доставай. Ты сразу его... Мы всю ее не будем печь? Я не знаю. Половинку, наверное. Мелкую-мелкую картошку взяли, по пять гривен. Вот ты поставь ее сюда. Суставой сок. Хотим на этот. Сейчас с ребрами запечь. Именно меленькую. Не чистить ее. Ой, я пару яблочек запеку себе. Целиком сейчас будем. Что там? Тут не симка? Не флешка? Не знаю. Не знаю. Не знаю. А вот это. Давай, Виталя, пустил. А еще у нас? Мясо. Виталин, иди в комнату пока. Готовься к школе. Собери портфель. Я тебя прошу. Потому что Вероника придет, потом раз и все, и спать. Так, что же у нас такого интересного? Там все интересное. Что для детей? Почки. Почки. Дочки. Да, тебе, тебе. Почки. Дочка почки любит. Это в сердце, на пирожки. Все. Прячь. В холодильник. Ну, или тут поставь. Я сейчас ей дам кусок. Помешай, Вермишель, вилкой. Или ложкой. Или чем-нибудь. Вот, чем-нибудь. Давай. Чем-нибудь. Все, хватит. Сильно. Так. Шум. Есть? Кулечки. Еще и платные, да? Два-четыре копейки. Вот и бэ. Да. У меня еще так. Это ебрышки. Ну, короче, сейчас будем делать ебрышки. Да. Потом, увидите. Да. Кидай их туда, на тот стол сразу. Там где-то три кило, да, у нас. Пачку выкидывай и кулек сразу. Опа, покажись. Ну, я только без головы. Покажись перед им. Вообще такая... Мы ее сегодня видели. Так знаешь, почем эти футболки? По 700 гривен висят там. Я знаю, они дорогие. Так они больше... Их нету. Ты знаешь, что? Эксэски уже нету. То есть, что вчера была. Ну, надо было. Кто ее... А зачем? Она же маленькая. Она на Витали... Эксэска. Ты что, не помнишь, она руки тебя передушила? Да. То есть, на Виталийну. Приготовьтесь. Тебе это пойдет ты вырастить. Такое животное у нас. Да, динозавр. Это мне предстоит на неделе. Не знаю. Хочу и жареную, и... Ну, наверное, все-таки зафарширую. Айс. Себе купишь на стол. Это домой. До 4-го числа куда тебе на стол. Щуку купишь, я зафарширую. Если с этой получится... Она не скуру снимает. Виталий, Виталий, Виталий! Фу-фу-фу! Огонь, 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 огонь! Огонь, 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 огонь! Уменьшай, уменьшай. Только плиту помыла. Не пролилось. Фух, у меня... Инфаркт миокарда. Четвермишель не сбежала. Так, все. Будем готовить, кушать. Виталий Михайлович будет сейчас жарить. Хвост. Кое-что. На сковородке. Андорины. Ой, апельсины. Будешь жарить? Конечно. Задумался, что он жарить будет. Все. Ничего не показала. Такая картошечка была у нас. Очень вкусная. Очень-очень. Вы даже не представляете. Это уже вторая партия. Короче, все, что осталось. Классная картошка. Покушали. Апельсинки жарили. Такие глазированные. Вот. Лимонадик был. Лимонный. Ребрышки. Такие ребра были шикардосные. Просто обалденные. Вкусные. Кисло-сладкие. Очень-очень вкусные. Мой сынок еще придет покушает. Режу я ножницами. Все, что можно и все, что нельзя. А не показала. Потому что мы обсуждали тему новых поездок. В этом году. Поэтому как-то было не до этого. Поэтому была занята очень-очень. Разговором приходила Вероничка со своим бойфрендом. И мы общались на тему поездок. Куда ехать, отдыхать и все такое. Вот. Планируем. Планируем следующую поездку куда-то. Еще не знаем куда. Будем смотреть, Украина или может не Украина. Но хотим бюджетно, естественно. Потому что финансов особо нет. Вот. Поэтому планируем бюджетно. Вот. Что ребрышки ждут сына. Я иду укладывать Виталинку с падки. Завтра в школу. И мне надо пораньше ее уложить. Кстати, цветок, который, вам помните, непонятно показывала. Вот. Вот разросся вам. Такой красивый стал. Вот. Очень красивый. Тоже лимончик мой. Или мандаринчик. Не знаю, что именно. Вот. Очень классно разросся. Орхидейки скоро будут цвести. Короче, цветы нормально себя чувствуют. Пока. Все. Идем отдыхать. Завтра увидимся. В новом видео.